МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собраны самые знаковые фигуры украинской фэшн-индустрии. А что ты должна рассказывать о моде? Я тоже разбираюсь в моде. Я вообще очень хорошо разбираюсь в моде. Возможно, что есть тут дизайнеры, с которыми я работал на подиуме в качестве модели. Будет время, я очень изучу. Слушай, скучно смотреть, как ты листаешь книгу. Лучше об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня человек, который непосредственно имеет отношение к этой книге, потому что он ее соавтор. А также он редактор отдела моды украинского глянца. Зовут его Антон Еременко, и я пойду его встречу. Мне очень хочется узнать. Кстати, пока Настя встречает, друзья, напоминаю, что это интервью, другие интересные интервью, сюжеты кухни с Щабой Бакошем и многое-многое другое вы можете найти в соцсетях. В Фейсбуке, Инстаграме, ТикТоке, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь. Давайте дружить. Как я? Фэшн, да? Все нормально? Привет! Привет! Заходи. А, какой ты юный Антон! Я думаю, что идет какой-то фэшн-гуру такой, прям суровый мужчина. Я очень волновалась. Все поправилось? Все прекрасно. Да, да, да. Ну вот, Антон. Здравствуйте. Это Слава. Очень приятно. Это Чаба. Здравствуйте. Это Валера. И это Валера. Антон. Здравствуйте. Здрасте. Рад. Взаимно. Можно на ты, да? Да, да. Нужно. Антон, здравствуйте. Спасибо большое. Антон, нам жалко, что у нас не две книги, мы сейчас будем за нее драться. Ну, это очень красиво, это очень вкусно, и это очень важно. Расскажи, пожалуйста, как вообще возникла идея создания этого справочника? Идея возникла еще в 2014 году, когда я работал с Дарьей Шаповаловой, это известный журналист и основательница и идеолог недели моды Mercedes-Benz Key Fashion Days, которая существовала до 2017 года. Мы работали для французского сайта nofashion.com и делали видеорепортажи с международных недель моды. Во время недель моды я снимал для себя просто портреты известных людей. Например, Анны Винтур, главного редактора, Vogue US, Канни Веста, Карла Герфельда, ну и так далее. И у меня собрался большой альбом таких фотографий, и кто-то из друзей мне сказал, ну, наверное, нужно издать какую-то книжку, потому что это классные снимки и, ну, будет интересно. Я загорелся этой идеей, но потом подумал, что просто напечатать фотографии довольно бессмысленно. То есть нужны какие-то истории к этим людям. Я точно так же понял, что никто из этих людей не даст мне интервью, например, или я не смогу сделать какие-то классные истории. И я подумал, что нужно реализовать это на примере украинских инсайдеров, дизайнеров. И как раз так случилось, что 2014 год был поворотным в украинской моде. В силу политических событий в нашей стране огромное внимание международной прессы было приковано к моде, потому что это была чуть ли не единственная тема, которая в позитивном ключе создавала впечатление об Украине. А тогда же Юлия Паскаль и Аня Октябрь попали в шорт-лист знаменитой премии LVMH Prize. Это украинские дизайнеры. Украинские дизайнеры, да. Дарья как раз, которая работала и организовала пресс-ивент в Париже, на который тоже пришла Анна Винтур. Ну, в общем, было очень много событий. Я загорелся этой идеей создать такой каталог людей, которые лидеры индустрии, которые создают всю ту сферу, в которой мы работаем. Серьезно я приступил к работе в 2016 году. Тогда я поехал на встречу с Зоей Зенецковской, это историк моды и модный критик, и каким-то чудом, и соавтор моей книги, да. Она поверила в этот проект, и мы начали его делать, и начали снимать людей в 2016. В 2019 году мы решили податься на грант Украинского культурного фонда. Не получили его. Бывает. Да. Это же мы сделали в 2020 году. Да. И получили грант. Мы прошли экспертный отбор и как бы вели переговоры. И я считаю, что, конечно, эта книжка ждала своего часа, потому что очень много факторов совпало именно в 2020 году. Мы поняли, зачем это нужно, было сказано. Вот зачем это нужно? Если посмотреть глобально на украинскую моду и на тех, кто ее делает, становится понятно, что их победы, победы этих людей на международном рынке перестали быть какими-то уникальными, единичными случаями. И мне хотелось это показать. А на кого рассчитана эта книга? На тех, кто, в принципе, интересуется модой и индустрией. Она рассчитана на экспертов, которые работают в этой индустрии. Она рассчитана даже на украинских послов, которые работают за границей, которые могут благодаря этому изданию показывать, что у нас есть вот такая сфера, и она сделана вот так. Сколько дизайнеров? Количество дизайнеров, которые здесь представлены? У дизайнеров здесь около 34, но в целом героев 92. 92. Да, тут есть и фотографы, и издатели. Да, ну вообще это очень сложный процесс. Даже если ты получил средства потом задействовать людей, ведь многие говорят, наверное, были ли такие, которые говорили, я не хочу в этом снимать, знаешь, мне сейчас не до этого. Все ли соглашались легко на этот проект? 95% людей согласилось легко и сразу. Был процент людей, которые не могли участвовать в связи с своими контрактами по работе. Например, Елена Чернова, издатель Vogue.ua, сказала, что она не может в связи с контрактом. Но это не отменило того факта, что я написал об этих людях. Дорогие зрители, вот рекомендую вам, Настя листает, я подсматриваю. Хочу сказать, потрясающие фотосессии наверняка были сделаны, фотографии представлены. Только знакомые. Ну, великолепнейшие. Кстати, а кто, чье решающее слово было по поводу того, как должна будет выглядеть эта книга? В частности, макеты и вообще дизайн книги создавал художник и арт-директор Глеб Муха. Вот. Конечно, это все мы вместе обсуждали, придумывали стили и так далее. Мне невероятно повезло с переводом, потому что книга одновременно и на украинском, и на английском языках. Да, да, кстати, важный момент. И английский редактор – это потрясающий филолог, переводчик, и вообще невероятная девушка Дарья Сипикина, которая недавно перебралась жить в Нью-Йорк, вот, и переводила ее прямо из Нью-Йорка. Вот. Поэтому в целом над книгой, кстати, работало, кроме нас, Зои, еще 10 человек. И это прям очень классный творческий союз. У нас фотограф, которая делала прекрасные портреты всем героям. Юлия Крайст. А вот мне интересно, вы с Зоей, как бы, два, ну, таких соавтора, которые там занимались смысловым наполнением. А все-таки кто из вас за что отвечал? Мы оба делали интервью, и для того, чтобы придать большей публичности процессу вообще создания книжки, я решил делать интервью в прямом эфире Инстаграма, что было огромным трендом этого лета и весны в связи с карантином. Вот. И мы с Зоей брали интервью в прямом эфире Инстаграма, оба. Мы поделили поровну героев и, соответственно, писали тексты. Хочу сказать, что очень классно, интересный момент. Даже наш арт-директор на спор не смог отличить мой текст от Зоинова. Ух ты! Вот. То есть мы нашли какую-то концепцию и писали в одинаковом стиле. Называется «Хорошо спелись». Да, «Хорошо спелись». Это правда. У нас чат несся круглосуточно, каждый день. Это от глобальных вопросов списка до частных вопросов, с какой буквы мы пишем то или другое название, с большой или маленькой. Какой тираж книги? Первый тираж книги «300 экземпляров» он таков, потому что у меня есть договоренность с Куринским культурным фондом. Это не коммерческий проект, и я не могу его продавать. То есть я могу его только дарить. Ага. Вот. Но мы уже думаем о коммерческом тираже, который, скорее всего, будет в начале 2021 года. Я хочу, как человек, который очень разбирается в моде, очень. Да, это видно. Я хочу поговорить с тобой о том, куда движется украинская мода в этом сезоне. На самом деле у нас есть, на мой взгляд, прекрасные дизайнеры, которые уже добились огромного успеха. Например, Руслан Богинский, создатель «Шляп», который завоевал просто всю мировую общественность. Его клиентами являются Мадонна, «Все ангелы Виктория Сикрет», «Все топ-модели», «Кая Гербер», «Джиджи Хадид», «Белла Хадид». Ну, то есть у него невероятный пул вообще клиенток и узнаваемости в мире. Это человек, который сделал презентацию в прошлом году во время недели высокой моды в Париже, на которую пришла супермодель Наталья Водянова. И то есть очень знаменитая гость. Это успех серьезный. Да-да-да, это правда. Есть прекрасный бренд «Янки-Янки», который представлен в 300 магазинах по всему миру и делает потрясающие пуховики, невероятно технологичные и качественные. «Янки-Янки». В Украине их можно приобрести, эти пуховики? Да, да. Та же дизайнер Юля Паскаль, которая была одной из первых, которая попала в официальное расписание Парижской недели моды, чьими нарядами украшали витрины знаменитого концепстора «Колетт» и так далее. Украинская мода все-таки подражает больше или уже давно вышла на новый уровень? Ведет немножечко за собой? Есть тенденции, в которых модники, ну, дизайнеры ведут за собой? Открывают новые тенденции? Я думаю, что украинская мода уже давно не подражает западной моде. И как раз отличный пример успеха на международной арене, потому что никто бы не обращал внимания на людей, которые просто копируют чью-то работу. Тот же бренд Ксения Шнайдер, который стал одним из главных sustainable брендов в мире и перерабатывает старые джинсы в новые невероятные вещи. Украинские дизайнеры. У меня подруга даже замуж выходила в таких джинсах от нее. И сколько же стоят такие джинсики? Ну, примерно. Если я не ошибаюсь, они примерно 300-400 долларов стоят. Вот так. А вообще, вот есть какая-то статистика? Сколько в Украине дизайнеров? Я проводил исследования, кстати, для книжки. Я нашел 105 брендов, которые считают себя брендами класса люкс. И примерно полторы тысячи брендов, которые класса стритвейер. То есть это более низкий ценовой сегмент и рассчитан на более широкую аудиторию. Вот если открыть книгу на развороте дизайнеры, там очень четко прописаны критерии, которым должны соответствовать бренды, чтобы попасть в наш справочник. Таких критериев четыре, а соответствовать нужно минимум двум из них. Вот, поэтому... А какой критерий? Какой критерий, чтобы попасть в наш справочник? Во-первых, это непосредственно дизайн. То есть у бренда должна быть узнаваемая эстетика, должен быть узнаваемый продукт и качество исполнения. Второй критерий — это коллаборации. Это то, насколько международные бренды и внутренние, тоже украинские, готовые обмениваться аудиторией с тем или другим брендом. То есть критерий в том, насколько с вами охотно сотрудничают. Третий критерий — это публичное проявление бренда. То есть это мода как зрелище. Мы говорим о показах, презентациях и прочих вещах. Я увидела, например, категорию фотографов и визажистов. Ну, далеко не все, о ком мы даже с Валерой знаем, попали сюда. А тут по какому критерию определяли? Фотографы и стилисты по критерию портфолио. То есть это работа с международными журналами, работа с брендами и публичными личностями. То есть вот что теперь надо делать, чтобы попасть в справочник украинской моды. Хотите сюда попасть, делайте красивую, качественную моду и вперед. Антон, спасибо за работу. И вам спасибо большое. Ну, столько комплиментов от нее надеяться. Все-таки следующее издание. Я даже не знаю, куда мне там попасть. Ну, так, может, на какую-то фотографию где-то сбоку в уголке. В общем, у нас был Антон Еременко. Это соавтор справочника украинской моды и редактор отдела мод украинского глянца. Желаем тебе огромных успехов. Спасибо большое. Я не отдам. Мы оставим ее себе. Пойдем, я тебя проведу. До свидания. Все, хорошего дня. До свидания. Счастливо.